Первый я закончил школу, поступил в военно-мужское училище в Петербурге. Потом, значит, 10 лет я служил на Техотянском кофе, на подводных лодках. В 1994 году я в улице запас, но с детства я любил рисовать. С детства была у всех какая-то мечта особенная. И я стал заниматься живописью. Уже с 1994 года я провел 8 персональных выставок и в Праге даже выставлялся. Последняя выставка была у меня в 2010 году, называлась «Подонаревским флагом», посвященная военно-мужскому флоту. Ну а к этой дате я уже готовился года полтора-два и решил посвятить воинам, великим воинам Отечественной войны 1812 года. В этом году, это уже вторая выставка, она первая, значит, в мае и июне прошла в Калининский музей города Кирова. И сейчас я решил это сделать здесь, потому что я, знаете, я три года назад как-то один раз посетил Белую колонницу, и я в нее сразу влюбился. И я очень здесь... И год назад открылся прекрасный экологический музей, и я обратился к директору. Замечательный коллектив, замечательный музей, люди прекрасные, я думаю. Просто здесь необходимо сделать какую-то вещь качественную, и я думаю, что дальше будем сотрудничать в различных направлениях североискусства и культуры, и, естественно, и военной тематики, так как мне это очень близко. Ну, а в самой выставке, вот я расскажу, так, значит, что уже как бы немножко... Илья, продолжай? Нет, не спросил. А, вот. Ну, и я состою в общественной организации ветеранных вооруженных сил, и наша организация, я в комитете, наша организация, значит, решила отблагодарить, поздравить Краевический музей и наградить Краевический музей, коллектив Краевического музея, диплома, форума общественного признания. Это смартфон. Вот такое вручаю директору. Сейчас я вам прочитаю фамилии, ну, высшего совета. Велихов, Евгений Павлович, академик, Курчатовский институт, автёров Жалец Иванович, ну, все прекрасно знаете, говорят, но близко к линиям. Громов, герой Советского Союза, Лановой, народный артист, ну, я вам перечисляю, знакомые вам фамилии. Михалкин, маршал артиллерии, маршал Язов, генерал Щербаков, Чижельников, Самсонов, Моисеев. Всего 14 человек. У нас на нашей выставке присутствует уважаемый гостья нашего города и района, Олег Политимович Курков. Я хочу предоставить ему слово. Я извиняюсь за опоздание, сегодня очень много событий в городе и в районе, где работников местного возраста всех подравить надо, чтобы я несколько опоздал, может быть, заставил встать, но я считаю, что людей труда все равно надо отвечать и не поздравлять, честно, вручать награды. Но мне очень приятно, что сегодня даже яркое событие у нас происходит в нашем музее, в правительственном очередной праздник. Мне бы хотелось отметить, что память о истории нашей страны – это очень важно. Важно для нас, к сожалению, в последнее время мы вынуждены признать и смотрим это даже с экрана телевизора, что теряется. Даже у студентов МГУ, которые спрашивают, они не могут сказать о великой честной войне с фашистами, они говорят уже о более давних событиях. И поэтому то, что мы сегодня делаем, данная выставка, это очень серьезный шаг, чтобы помнить свою историю, только то, чтобы можно идти вперед и развиваться уверенно. Кто помнит историю, кто помнит, как создавался дух наших людей, нашего государства. Война 1812 года, отпечаточек ее есть и на нашей земле, потому что здесь были бедные французы, у нас есть и остров французов, где они жили и вылечили русло нашего водохранилища. И у нас остались многие дорогие фамилии, которые идут с тех времен. Они уже ассимилировались, те французы, в то время, потому что наша страна, Россия, жила лучше, чем Франция. Мы были богаче, и они оставались здесь. Поэтому мне очень приятно видеть, что сегодня здесь очень много молодых людей. Я думаю, что я делаю эту информацию, унесу своим друзьям. И это будет еще одним очередным шагом в развитии нашего района, государства и городской области. Поэтому благодарю всех организаторов, желаю успехов, и что такие мероприятия были чаще. И я всегда, как два района, поддержу и приму участие. Позвольте вручить от себя небольшие подарки музею, чтобы не украшали бейзаж, стены. Это наши места, не только в Белгейской области, а и в Белгейской области, а и в Белгейской области. Это фотография. Прекрасная подреподукция. Наша страна, наша Родина. Главное, что я вам пусть это все украшается. Без подарков я вам не буду. Спасибо. Забыл, ребята, еще сказать, что у нас как бы две выставки получились. 1812 год, это основная. Ну и на втором этаже вы можете подняться и посмотреть уже мои работы на морскую тематику. Для меня это дорого, поскольку я служил на северном флоте. Потом поднимитесь и посмотрите. Спасибо, Владимир Владимирович. Еще слово предоставляем начальнику управления в культуре. От всех вас, от себя лично, хочу выразить огромную благодарность такому замечательному человеку. Понимаете, военный человек. А картины просто изумительные. Александр Сергеевич, низкий поклон вам. Огромное спасибо. И мы очень надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество. Белохолуницкого района выражаю огромную благодарность Александру Сергеевичу Баринову за организацию выставки 1812 год эпоха русской славы в муниципальном бюджетном учреждении культуры Белохолуницкий краеведческий музей Кировской области. В условиях сложной проблемной современной жизни понятия честь, патриотизм, достоинства в какой-то мере обесценились и даже утратили свою значимость участия населения. Мы надеемся, что обращение к теме войны 1812 года позволит возродить общечеловеческие ценности, отечество, долг, совесть. Это то, чего нам так не хватает в нашей современной жизни. В течение длительного времени Александр Сергеевич собирал материал по теме отечественная война. Эта коллекция демонстрировалась в Кировском областном краеведческом музее. А следом за областным музеем и наш музей получил счастливую возможность познакомиться с этим собранием, которое поможет нам погрузиться в эпоху Отечественной войны 1812 года, в эпоху русской славы. И сейчас нам проведет небольшую экскурсию по данной выставке Александр Сергеевич. Он нам, пожалуйста, вам слово. Вы, наверное, заметили, как бы мы, значит, эту выставку разместили по хронологии событий. То есть от начала, значит, риф в ковер, значит, вхождение в Париж. Ну, начнем с начала, как-то, да? Ну, представляете, значит, уже, вот карта у нас здесь висит, посиневшая Европа. Заквачена практически вся Наполеона у нас. Своему другу, аббату, брату, он однажды заявил, Через пять лет я стану властелином мира. Остается только Россия, но я ее раздобил. И после Терезинского мира, в принципе, началась подготовка к этой войне. В общем-то, и наша страна к этой войне готовилась. Так что, если так взять серьезно. Но силы были, конечно, неравны. 640 тысяч переправилось через Неман 24 июня 1812 года. Ну, они в разное время, но, по крайней мере, в Россию вошли первые, значит, эшелоны. Это 450 тысяч, остальные уже позже. Русская армия была вынуждена отступать, растягивая коммуникации противника. Потому что это была бы неравная война. Русская армия была, значит, разделена на две части. Первая западная, которая командовала Барклайя Толи. И вторая западная армия, которая командовала Барклайя Толи. Были, конечно, ариергардные бои. Но, значит, первое сражение, так сказать, более серьезное. Это уже начинается вот бой под Салтановской, где Николай Николаевич Раевский с сыновьями, со своими, Александр и Николай. Александру было 10 лет, Николаю 15. Пошли в бой. Он направил Семеновский полк. Вот, отражал, значит, атаки противника, маршрут до Ум. Тем самым, значит, вот этим маневром он облегчил, значит, переход армии Багратиона к Смоленску. В Смоленске уже две армии соединились. И более, значит, более, такой плотный кулак, около 150 тысяч. Вначале, значит, решили дать бой под Смоленском, но у Наполеона все-таки был двукратный перевес. Бои за Смоленску шли три дня, очень тяжелые. Город практически весь сгорел. Потери были громадные. Но армии были вынуждены все равно отступить. Вот, дальше уже к Москве. В Царево займище, значит, уже прибывает Культузов. Его назначили командующим Объединенной Русской Армии. И первое сражение, которое серьезное, которое уже ждали, да и другая сторона, это был бой за Шеварденом, 5 сентября. Это был то сражение, которое Наполеон понял, что русские дальше уже не отступят. В этом сражении русские показали себя с лучшей стороны. Наполеон направил против корпуса Пагратиона, в принципе, даже не корпуса, а отряд, 6 тысяч человек, который защищал вот этот Шеварденский редут. Вот здесь вот показано, как раз на репродукции вверху. Он защищал этот редут в течение целого дня. Против него, против 6 тысяч, Наполеон направил 30 тысяч. Но так его взять не смогли. Только ночью русские войска отошли к основным позициям, которые строились на Бородино. На следующий день обе армии были в режиме подготовки к предстоящему грандиозному сражению. И вот 7 сентября началось вот это сражение. У нас на карте здесь показано как раз все расположение русских войск, частей между двух дорог, старой и новой, московской. Фронт позиции практически 4,5 километра. Ну, линия фронта общая была 8 километров, с огромным количеством войск. И, значит, 7 числа в 6 часов утра началось сражение. Южное сражение, значит, двух армий. Русская армия составляла 95 тысяч человек личного состава, линейного войска 95, плюс ополчение, которое, в принципе, в бою не участвовало, они только выносили раненых. И, значит, казачьи отряды Платова и Карпова. Вот. Первые удары, значит, французских войск были обрушены на багратионовые флеши, вначале их называли семенские флеши. Три семенские флеши – это земляные укрепления, на которых установлены были полевые орудия, 36 орудий. Значит, здесь, значит, французы решили, Наполеон, сначала хотел взять эти флеши двумя дивизиями, а далее обрушить весь удар на основную армию, которая располагалась вот здесь, у новой дороги на Москву. Ну, атака затянулась. За 6 часов французы атаковали эти флеши 8 раз. Притом, значит, да, притом плотность личного состава, вот представьте себе, вот, ну, например, мы когда смотрим парад на Красной площади, видим огромное количество войск, да, вот, которые там участвовали, но это всего лишь 14 тысяч. А у Баргаратиона, вот, например, когда вот он защищал флеши, здесь было, находилось 17 тысяч примерно, да, ну, вначале у него было 8, ну, потом подходили уже резервы, а на них было обрушено 50 тысяч. И расстояние, вот, здесь было, ну, 200-300 метров атаки. Вот. И 8 атак. Притом, значит, плотность огня была такая. Вот Бородинское сражение. Что такое? Это 120 ядер в минуту летало в воздухе. 1400 шариков картечи. Это уже не считая оружейных пуль, там, залпов, все остальное. В час погибало по 7 тысяч человек. Это грандиозное, самое страшное, кровопролитное сражение человечества. Но, значит, добившись локального такого успеха, когда, значит, на 8-й раз, это уже в 11.30, 8-я атака прошла, смертельно ранила князя Баргаратиона, который командовал вот этой 2-й западной армией. Вот. Войска были вынуждены, уже ослабевшие войска, вынуждены были отойти на вторую позицию за Семеновский овраг, за Семеновский ручей. Значит, командование принял докторов, значит, ну, вначале Канавницын, потом докторов. И вот уже мы видим, значит, я немножко здесь, значит, почему, значит, я решил сделать вот эту экспозицию по картинам. Все эти картины были заказаны в основном Николаем Первым, уже после вот этого, всех тех событий, которые происходили. Ну, и на столетие, значит, к столетию 1912 году были тоже заказаны картины нашим лучшим баталистам. Вот. И, значит, здесь вот показана картина, вот, панорама Франца Рубова. Это уже вторая позиция русских на панораме. Значит, и здесь происходили такие следующие события. Вот русские войска отошли за Семеновский овраг, Семеновский ручей, и были атакованы уже всеми остальными силами французскими, которые вот у них оставались в резерве. Значит, что происходило? Южнее деревни Семеновской, вот здесь вот в южнее деревне Семеновской выстроились три гвардейских полка. Гвардия стояла до конца сражения, говорится, до конца. И, как сказал командующий докторов, когда он слез с коня, с этого места я больше не сойду. Что, в принципе, и было сделано. Гвардию атаковали конные, конные гвардейцы, значит, тяжелые, и керосинская дивизия Нансути, перед которой дрогли все европейские страны, но руки выдержали все атаки, которые, и кавалерия была разгромлена подчистую. Далее, Наполеона врушивают на знаменитую батарею Раевского, весь огонь. На эту батарею, ну, эти, значит, события происходили, в принципе, в одинаковое время. Весь огонь был, значит, три атаки выдержала батарея. Погибло громадное количество людей. Только на третью, уже в 16 часов эта батарея была взята. Французами, русские, отошли на третий рубеж обороны встали и, значит, и наступление к вечеру французов захлебнулось, потому что они уже были не в силах атаковать русские оппозиции. Вот почему, вот, например, в «Войне и мире», вот, можете остаться и посмотреть фильм, например, Лев Николаевич Толстой там, значит, пишет, что, дескать, вот как бы вот этим моментом у него закончилась битва, но битва, она еще продолжалась. Значит, от деревни Псарева и, значит, горок начала работу наша резервная артиллерия, которая подавила все огневые точки противника. и французы, заняв вот эти таким упорным, в таком упорном сражении, заняв вот эти все высоты, доминирующие над местностью, они были вынуждены отступить, отступить обратно к Шевардинскому редуту, где находилась ставка Наполеона. И ночью Наполеон обложил себя огромным каре и опасался русских атак, значит, кавалерий. Вот чем закончилось сражение. А русские как стояли на третьем рубеже, так и больше не двигались. И русские были бодры, в отличие от тех же французов, которые понуро шли обратно несолонных хлебавших. И тут, конечно, подготро. Да, и, кстати, в наша разведка приходила реку Колочь, зашла в село Бородино, которое в начале этого сражения было занято дивизией Дельсона, французов там не оказалось, только видели вдалеке конные разъезды. То есть, по всем правилам победа была нашей. Наша артиллерия подавила все точки и мало того, что французы отошли, но они приписывают победу почему-то себе. Единственное, что наутро французы увидели, что русские войска снялись, потери были, конечно, колоссальные. 45 тысяч русских погибло, и это, можно сказать, половина армии полегла. Но у французов погибло гораздо больше, 58 тысяч. Вот я как раз на своих картинах здесь уже отобразил моменты вот этой кровавой схватки. Ну, кстати, почему-то я нарисовал в таком режиме. День стоял солнечно, можете представить, так что утро было великолепное, без ветря. И вот когда началось сражение, все происходило страшным сизом по ротовому дыму. На расстоянии от 2 метра не слышно было человеческой речи. Глаза следились от едкого паракового дыма. Вот здесь как раз показано ряду Троевского, как здесь французы наступали в густых колоннах. Русские пушки обстреливали эти густые колонны. И вот здесь перед ряду там был труп. Он был 6 метров ширины и 2 метра глубины. Вот представьте себе, французы наступали по трупам советоварищей. Этот рог был покрыт 6-8 слоев человеческих тел. Это страшное дело. Вот. все эти атаки буквально конницы кавалерия наступала отступала. Это было страшное месило. Вот здесь я показал как раз бой за семеновские флеши. Когда они французы захватывали их штыками опять выносили с этих флешей, рубили. Мало то, что русские постоянно контратаковали, доходили до позиции французов, захватывали в них пушки. Вот. Как раз на репродукциях здесь я показал как раз и киросиры атакуют французскую артиллерию. Ну и по картинам я сейчас вот здесь уже как бы рассказал по атакам киросир. Это уже 6-я тяжелая дивизия Лакусе. Они хотели зайти так как с фронта не могли взять батарею Раевского хотели зайти уже в тыл нашим войскам, но на них обрушился кона и кавалероградские полки, которым лично руководил командующий первой армией Баркалай Детолик, который дрался как простой кавалерист. И под ним было в этом бою убито три лошади. То есть вот здесь от последнего солдата до генерала дрались все, не жалея себя. При обороне батареи Раевского погиб начальник артиллерии генерал Путайсов. Вот здесь портрет его крайне справа. Молодой, умный, великолепный офицер, генерал, который поставил русскую артиллерию сам занимался еще до войны и поставил русскую артиллерию передовые в мире. Вот все эти генералы дрались как раз на Бородинском поле. Не жалея себя. Тут как раз и Уваров, который совершил рейд по французским тылам, да, шеф кавалергарского полка, Михаил Воронцов, который защищал семеновские флеши, был трижды ранен и пулей и штыками. Князь Багратион Петр Иванович был смертельно ранен при восьмой атаке французов. Михаил Лаврионович Кутузов командующий, который руководил всеми резервами в этом сражении. Николай Николаевич Раевский замечательный сын русского народа. Он как раз командовал седьмым корпусом и в честь него названа батарея Раевского, курган Раевского. Князь Милорадович, граф Милорадович любимый всеми в войсках человек, человек восхитительный, умный, отважный. Он был на всех пунктах, где было очень тяжело, трудно и, ну, можете по истории уже узнать. Единственное и последнее ранение, которое он получил, это было на Сенатской площади, когда декабрист Каковский застрелил его с пистолета в спину, так это подло, мерзко, вот и человек погиб. Хотя вот эти все люди, за исключением Кутайсова, они все дошли, ну, и Багратиона, все дошли до Парижа, командовали корпусами. Ну и братья Тучковы участвовали в сражении, оба, вот и пять братьев, пять генералов. Да, трое братьев участвовали в сражении, и вот, значит, Николай и Александр погибли, будучи такими красавцами, молодыми, да, и, значит, жена Александра Алексеевича после Бородинского сражения на свои деньги поставила там, значит, церковь, честь, честь его. Ну, там, кавалерист Двицца Дурова, прекрасно вы знаете, которая участвовала как раз в сражении, она, значит, принимала участие в семи атаках, она служила в Уланском полку, здесь она изображена как гусар, она потом позже стала ординарством Укутузова, вот, генералы, значит, что, Денис Давыдов, командующий, командир партизанского отряда, вот, как раз Тармасов, командующий третьей армией, Бороздин Николай, который, значит, был командиром дивизии Киросир, ну, здесь все люди достойные, отважные, и, конечно, честь и хвала всем. Ну, и дальнейшее событие уже, в принципе, знаете, что, когда русская армия, значит, оставила Пародино, прошла через Москву, Наполеон, значит, пошел в Москву, надеясь, что он здесь получит долгожданный мир, теплые квартиры, может быть, даже зазимует, но, Москва, говорится, встретил, вот, пожарницы, ну, практически так, месяц, он выводит свою армию, и, значит, решил двигаться на Калугу, чтобы пополнить про авиант, запасы, там, все остальное, потому что Калуга, единственная дорога на Калугу была, армия, стоявшая при Тарутине, преградила дорогу Наполеону, и навязывала, Кутузов уже навязывал ему генеральное сражение, русские чувствовали себя уже победителями, и, когда Михаил Илларионович сказал, я единственный генерал, от которого Наполеон отступает, Наполеон, не выдержав, значит, огня, вот, русских, значит, он отказался от генерального сражения, да, в принципе, он бы его и не мог бы дать, потому что вся его лучшая кавалерия представляла, можно сказать, какой-то табор азиатский, можете представить, Калужская дорога, старая Калужская дорога, вот мы такова, что 8 повозок в одном направлении шли свободно, и вот 100-тысячная армия Наполеона с обозами, отягощенной обозами, значит, всем остальным растянулась на 80 километров, это страшный ужас, представить себе даже невозможно, вот, и с такой армией с табором, они уже сами, так говорится, смеялись сами над собой, что это творится, они волокли все из Москвы, Москва была сожжена, разграблена, мало то, что она сама сгорела, Наполеон приказал взорвать Кремль, вот, маршалу Мартье, но, и все мины были заложены, и в Кремле, и в колокольне Ивана Великого, все было взлетело на воздух, но Бог хранил столицу, пошел сильный дождь, фитили, которые, значит, были зажжены, они погасли, вот, и поэтому, как бы, так, как говорится, тут получилось, но все равно урон в Москве был вот этим пожаром громадный, на 300 миллионов рублей, как посчитали тогда, это большие очень деньги, далее, значит, отвернув от Малой Ярославца, Наполеон стал двигаться к Смоленску, но, недостаток провианта, люди шли практически голодные у него, армия не могла уже, в принципе, не дать серьезный бой, или там сопротивляться, они уже шли практически в отступление, ну, были, были бои под Вязмы, жадские там, значит, в Смоленске, опять же таки, в Красном, но после Смоленска как раз начали двигаться уже такие первые приморские начались, и армия, значит, Наполеона подошла, уже как раз ударили самые первые русские морозы, и в Сморгоне, он пишет свой 29-й лживый бюллетень, назвав, значит, он был разбит генералом Зима, ну, так, как говорится, в те времена, даже и сейчас можно вот так вот все это проводить, ну, и в конце концов он покидает армию, оставляя свою бедную, несчастную, замороженную, голодную армию, значит, в руки Миратора, начальника кавалерии, Эхима Миратора, неполитанского короля, вот, и бросает свою армию, значит, ну, дескать, не в Париж, по делу срочно, я соберу новую армию, значит, и снова будем сопротивляться, что он и сделал, покинув армию под именем принца Веческого, он переправляется через Нема, и вот вошел такой, исторический такой анекдот, даже, но это происходило на самом деле, значит, когда он переправлялся через Нема, он спросил на вам послу своего караульного мастуского солдата, много ли дезектиров переправился через Веку, ну, что тот простой парень ответил, нет, сир, вы первый, наполеон, покидая армию, ну, и что происходило с этой армией, значит, ударили уже морозы по 25, по 30 градусов, и от Сморгони до Вильна, от Вильна до Ковна, это была сплошная река человеческих замороженных тел, как Денис Давыдов сказал, вот эти, он слышал вот эти стоны, вот это вот это страдание, это был гимн освобожденной моей Родины, вот, даже представить трудно, 640 тысяч пересекло Нема, вторглась в Россию, обратно вернулось 25 хилых оборванцев, голодных, и когда Машел в ней, значит, в один из прусских трактиров заскочил, понимаете, вот эта война, она как бы оставляет все эти фразы, они все остаются в памяти, и мы прошли даже в поговорки, Великой армии больше не существует, на что тот ответил, от Великого до Смешного только один шаг, Наполеон был весь такой, для него человеческая жизнь практически ничего не стоила, вот, значит, еще вот я скажу, что на Западе вот бренд Наполеона, он постоянно раскручивается, почему-то, вот, человек, который положил, в принципе, 2,5 миллиона человек, по его Венето погибло, русских, французов, там, австрийцев, поляков, там, всех остальных, он раскручивается до сих пор и все время как бы на коне, ну, и как бы он даже при жизни как бы сам все время, как бы, сейчас мы говорим, создавал вот этот пиар, да, ореол такой доблести, там, значит, ума, там, всего остального, хотя, в принципе, какой человек абсолютно циничный, абсолютно бездушный, значит, ну, и далее, уже в 813 год русская армия направляется в европейские страды, вначале русская армия входит в Пруссию, и вот, что получилось, значит, что как только подписан был мирный договор, с Пруссией русская армия входит в Берлин, в Берлине встречается великолепно, создается новая новая коалиция, уже создается новая армия, значит, Багенская армия, австрийская, в которую входит половина русских корпусов, Селестская армия, значит, в которую командует Бюхер, там, 70% русских шведская северная армия, в которой 80% русских, и все они начинают двигаться в сторону Франции, ну, некоторые там были сражения, проигранные при Балсене, при Дрездене, но одно сражение при Кульме, которое, в общем-то, можем даже заметить, что оно примечательно тем, после Дрезденского сражения был разгромлен корпус Ван Дамма, вот, и, как бы, о нем, вот здесь, если, наверное, вы уже посмотрите, значит, русским корпусом Астерман Толстого, корпус Ван Дамма, это 40 человек, Астерман Толстой, Толстой имел тогда 17, это, ну, его в начале сражения родило, ну, ядром оторвало руку, и командование принял генерал Гермолов, начальник штаба при Бородинском сражении, и, значит, русские атаковали с фронта, немцы атаковали французов с тыла, и в результате корпус был разгромлен, Ван Дамм был пленен и отправлен в Вятку, вот, и часть его корпуса, кстати, была направлена в Вятку, потому что здесь, в Вятске находилось примерно где-то порядка 5500, в конце, ну, а далее, значит, битва народов, в конце уже 13-го года битва народов, сражение при Лепсиге, значит, где участвовало с той и другой стороны более полумиллиона людей, это трехдневное сражение, тоже очень страшное, вот, ну, они, конечно, я как бы рассказывал в общем, но можно будет потом уже о каждом сражении рассказывать детально. Наполеон был разгромлен и уже бежал в саму Францию, и в 14-м году объединенные коллекционные войска входят во Францию, и участвуют там, опять же-таки, не все так было просто, тоже стал вропрот ниже, и скорость силы и вещей, мы очутили всех в Париже, и русский царь, глухой царей, как раз, здесь на репродукции показано, Александр I, середине, на белом коне эклипсе, который ликовал, и, значит, в Париже общество было разделено, в общем-то, как бы на два лагия, реалисты и бонапартисты. Реалисты требовали, значит, снова возвращения бургонов в власти, там, придовиков, вот, а бонапартисты, ну, это понятно, что за Наполеона, поэтому, конечно, русскую армию, и коалиционную армию встречали в основном, реалисты. Ну, где-то порядка двух месяцев русская армия там находилась, великолепно, вот, все, Александр I, руководивший всеми этими войсками, частями, он, там, говорится, пользовался большим успехом, причем, надо же заметить, что Александр I, он не столько плохо говорил, как-то заметил однажды Арман Каленбург, докладывал Наполеону, о состоянии русской армии еще до войны, он такую фразу признел интересную фразу, «Сир, в России все французское, и музыка, и одежда, и тактика, вот, и говорят они по-французски лучше, чем вы, сир». Александр I говорил на изысканном французском, в то время как Наполеон, а Наполеон летел на меня не чистый французский, а он корсиканец, он с острова Корсика, настоящий его Наполеон и диплом на партию, поэтому он говорил с чужим корсиканским акцентом, вот, и когда он был не сложен уже в Париже, он прекрасно, здесь вот эта картина после того, как он был не сбором, он находился в замке Фонтеблок, вот, он подписал свое отречение, ну, что тогда, значит, министр иностранных дел сказал, да он все-таки даже и не французский, вот, и Наполеон был отправлен на остров Эльба, ну, правда, он там ненадолго задержался, опять же, таки, через год он держался с острова Эльба, вот, и двинулся на Париж, ведя с собой только тысячу человек, и по мере продвижения к Париже, он уже был окружен огромной, значит, толпой солдат и просто людей, он вошел в Париж, опять же, кистрил им фронт, и, как говорится, Наполеон, не был бы Наполеоном, если бы, не страшно, снова начал, не начал воевать, да, и здесь уже объединенные коалиции стали направлять все свои армии, где-то, порядка, по 100 тысяч человек, каждая страна, Австрия, Россия, Пруссия и Англия, первых он решил разбить Пруссак и Англичан, но потерпел поражение при Батерло, был снова не сдвожен, в конце концов отправлен на остров Святой Гелиан в Атлантический океан, где, в принципе, он и умер. На этом, говорится, история наполеонских войн закончилась, но эта история, она продолжается, как бы, в наших, как говорится, умах и сердцах, вот, например, западные историки, они как раз называют эту историю наполеонский войн, но мы-то, мы-то, например, историк нашей и вообще русские называем эпоху 812 года, вот, почему, потому что все-таки 812 год, он послужил таким символом, символом самодерженности, героизма, он дал прочёк всему развитию общества, ведь и в культуре, и в искусстве, понимаете, сразу стало отражаться всё русское, мы как бы заглянули на себя со стороны, ведь Кутузов, он обратился к русскому европейскому собранию с такими словами, я горжусь, что я предводительствую сим народом, да, русским народом, гордитесь тем, что вы русские, и достаточно быть русским, чтобы быть победителем, ну, эти слова, в принципе, я как бы в таком содержании, достаточно долго написано, и много написано на эту тему, так что в этом плане, значит, и Россия это как бы взглянула на себя, ведь что происходило до этого, до этого, ведь, например, мы все прекрасно знаем, что дворяне, дворяне, они как бы, вроде бы, как верхушка общества, ну, все в Петербурге, вот куда не глянь, как говорится, как это, здесь двигается кругом немцы и французы, говорили на французском, на немецком, а на русском говорили с акцентом, вот, например, тоже император наш Александр, и он, скажем, на итальянском, он без ошибок, семь лет человек, вот такой был принят, при том, значит, интересный, сам по себе, фигура Александра, она премещательная, вот почему-то, ну, советская, историография, она в свое время, как бы, замалчивала, и вот, вклад в эту победу, на самом деле, вклад, это тут просто великолепный человек, сам по себе, вот, значит, мы представляем себе царей на мягких подушках, там, значит, когда они рождаются, за ними няньки, там, бабки, там, все остальное, на самом деле, вот, Александра и Николая, они воспитывались в спартанском бюджете, они, когда вот он родился, значит, его бабушка Екатерина, вторая, она его отобрала от своего отца, от Павла, и воспитывала уже по-своему, каждый день его обливали холодной водой, она даже написала инструкцию, как по воспитанию детей, он спал, значит, нахоженном диване, значит, накрывался только одной простынёй, поэтому он практически не болел, всю жизнь, вот он в заграничном походе, даже зимой, он находился вот в этом парадном костюме, он даже не одевал шинели, можете себе представить, как он возрушевлял человек, вот этот, почти двухметрового роста на коне, как он возрушевлял в войсках, только он появлялся в войсках, как в серии кавалерии, вот, человек, который перед Парижем участвовал, сам повёл кавалерию вот так вот, опять же, советская историография об этом замалчивала всегда, это сражение вот здесь показано, ферд шампенуал, то есть, оставалось буквально здесь, до Парижа совсем ничего, и кавалерия как бы завершалась, но, завидев, значит, двигающиеся войска в сторону Наполеона, французские войска выходили с Парижа, это корпуса Мартье и Мормона, Александр обрушивает на них кавалерию, в которой сам возглавляет эту кавалерийскую атаку на французское каре, французы были в этом сражении практически изрублены, причем вот этот Мартье, который двигался в ветри к Наполеону, чем примечательен вот сам Мартье, как бы Александр вот этим сражением даже можно сказать это обстил ему за Москву, потому что Мартье был назначен Наполеоном во время их пребывания в Москве губернатора города в общем при нем как раз происходили все эти безобразия которые мы знаем расстрелы, поджоги, там все убийства, все остальное значит тот же Мартье он командовал молодой гладием Наполеона тот же Мартье в австрийском походе к Кутузово потерпел первое значит 1805 год первое локальное поражение при городе Кремси где участвовал кстати вятский мужнический бог который значит бился до конца и потерял практически весь личный состав противостоял двум дивизиям французским дивизиям Газана и Юпона один полк он фактически весь полет и после этого значит уже его решили не как бы не сформировать уже к 1812 году как бы появился казахский полк там значит уфимский в котором входили наши ребята значит святки там все остальные и значит сам Александр вот эту вот атаку возглавил в конце концов русские вошли в Париж ну перед Парижем опять же таки чтобы взять было Париж это сражение при Леве и Монмарте где опять же таки полекло 8 тысяч русских солдат и вот здесь как раз на репродукции как раз покажем внизу Париж русские офицеры ну в общем армия ликовала наконец-то мы увидели Париж со шпабой в руках мы отомстили за Москву и Александр в принципе так же как и Наполеон ждал делегацию города Наполеон ждал в Москве когда же ему прибудет боярик так он представлял управление Москвы хотя боярка уже давно и там и не было вот а значит Александр ждал на Бибельских высотах значит делегацию с Парижа но ему сказали что дескать ключи от города мы подадим только к утру но что Александр сказал вы посмотрите на эти орудия если через час ключей от города не будет вы вдруг вы не узнаете того места где стояла ваша столица через час ключи от города были в руках Александра и на следующий день с барабанным поем с музыкой с развернутыми знаменами подвекование толпы русские войска входят в Париж это конечно зрелище невероятное это было конечно в конце концов после ватерном русские части снова русская армия снова вступает в Францию это 1815 год второе вхождение русской армии во Францию под вертю устраиваются грандиозные маневры маневры парад русской армии где были собраны зрители порядка 10-20 тысяч они смотрели на холме эти маневры русской армии это зрелище было великолепное красивейшее солдатам и офицерам были поданы деньги на покупку золотого и серебряного шитья специально и Александр даже прослезился когда увидел свою армию и он сказал такие слова сейчас я вижу моя армия лучше даже по наружному своему виду лучше в свете и значит до 18-го года там находились еще оккупационные войска в 21-м году Наполеон скончался уже на острове Святая Елена на этом как бы вот эта история как бы немножко и закончилась в 18-м году русские были войска ну и вот с тех времен практически каждый год ну там и юбилейные года всегда отмечается победа при Бородино и освобождение Европы ну и в историю например Кутузов вошел у нас как спаситель отечества был захоронен в Казанском соборе а Александра назвали Александр Благословенный и освободитель Европы от корсиканского тирана на этом не разрешите это для нас отечества а если бы я каждому могу еще подробно по каждой репродукции рассказать по всем вещам а какой возраст был воина французская а не европейская молодые солдаты это где-то девятнадцать лет девятнадцать лет франция это пятнадцать лет да потому что вот если взять аналогию великой отечественной войны вот последний да 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 сейчас вот когда гитлер проигрывал уже все он организовал вот этот польк штурм так называемый польк штурм в котором входили ребята пятнадцать лет и старики у него не было на руку и то же самое и вот и Наполеон он кстати не сам придумал это придумал Наполеон он взял вот эти констрит как эти вот эти маленькие так называемые да солдаты вот пятнадцать шестнадцать семнадцать лет это уже в конце войны а что вы уже подходите да а маршал вот например его Наполеон маршал были где-то порядка средний возраст сорок лет но наши были постарше генералы командующие а при Бородино уже у нас была молодежь при том молодежь уже двадцатилетняя тридцатилетняя молодежь да да это молодежь для генералов это очень молодые люди есть ли еще вопросы давайте потому что спасибо 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 большое спасибо аплодисменты 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 я все-таки художник паренец да но как бы ну и занимаюсь батареи живых если там значит но как бы основная тема вот поднимитесь на второй этаж вот я не знаю чем это море да но я думаю что мы еще продолжим а картины остаются у нас картины ваши остаются пока остаются нет пока не перехватим мы все сделаем как надо ну что спасибо вам что пришли вам спасибо что пришли я думаю что хорошее было приятное пить пойдем наверх нет не на пить мы смотрели я можно здоров а вот не 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 ум а а а а а а а Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Алексеев Андреевич Вы им заинтересовались и почему это стало частью вашей жизни, вашего творчества? А направление имеется в виду истории? История направления в живописи Марине Сироновой. А вы немножко поздали, наверное, тогда, да? Я учился в военно-морском, закончил высшее военно-морское училище в Петербурге. Далее я служил на атомных подводных лодках Тихоокеанского флота. А как туда попали? Именно в училище? Это было призвание с детства? Призвание, да. Призвание с детства. Отец? Нет. Знаете, я в школе мечтал о море, о походах, о дальних странах и всем остальном. А вот как раз поступив в военно-морское училище, перед тобой открываются все границы. И далее, после училища я уже служил на Тихоокеанском флоте на атомных подводных лодках. И совершил боевой поход в Индийский океан. Самый длительный, кстати, в истории атомного флота. Десяти девяносто суток. Ну и далее, в девяносто четвертом году уволившись в запас, стал заниматься живописью. Этот с детства умел, любил рисовать и все остальное. Освоился с масляными красками. И с тех пор я уже художник. Учились где-то для живописи дополнительной? Нет, я все самостоятельно. Я все самостоятельно прошел. И уже провел 8 выставок. Что способствовало в детстве? Вы много читали о море? Да. В детстве увлечение было рисование и книга. Книги я, конечно, любил о путешествиях, приключениях. Это, естественно, Конан Доль, Джек Лондон, Фенни Мор Купер. Это мои любимые в детстве писатели были. Поэтому страсть такая, тяга к приключениям, тяга к дальним странам, она у меня была такая. И поэтому, в принципе, я посмотрел, как говорится, все, да, индийские, тихие кенды, Африку, там, Язию, там, Восточную. В каком году было вот это путешествие самое длинное? Ну, это давно уже достаточно было, когда я служил. Ну, в принципе, как бы все остается в памяти и она не стирается. Что осталось, может быть, самое яркое впечатление от лет, когда вы служили? Да, в принципе, вся служба – это яркое впечатление. Служба-то была достаточно все-таки трудной, но и яркой в то же время. Самое-то главное – это люди. Вот, я больше всего ценю людей. Поэтому, как бы, как бы, вот, общаясь с ними, я получаю вот то, что, вот, как бы, необходимо, опять же-таки, отдать. Вот, вот, и, ну, давайте, это так, наверное, немножко. А кем вы были во время службы именно, на должность какая? Командир гидроакустической группы. Вот, как раз все это. Вся навигационная безопасность подводной лодки нам не было. В мирной жизни, как в штатской, вот, опыт такой военной службы чем-то помогает? На чем он сказывается? Да, во всем. Во всем. Если вот человек с 17 лет, когда я делал бушлат, да, он уже человек самостоятельный во всех вещах. То есть, он до конца жизни, он уже следит за собой, там, занимается спортом, всем остальным. А чем сейчас занимаетесь? И что еще есть в жизни, помимо живописи, помимо истории? Я, ну, как? Ну, в принципе, в принципе, вся эта моя жизнь, да, и история, это как бы и жизнь, да, и живопись, это тем, что я... Ой, господи, я сегодня немножко тут устал, да, предустал уже говорить. Ну, знаете, в принципе, у меня... В принципе, у меня идет подготовка уже задумка о следующей выставке. Поэтому, я думаю, я вас еще удивлю. Ну, это так. Ну, вы постирайте там, да, у себя. Ну, и вот в прошлом году я познакомился как раз с музеем, великолепный музей. И люди замечательные думают, надо провести выставку, посвященную 812 году, и все. После того, как вы впервые побывали в Белой Холнице, еще бывали потом? Да, да, каждый год я приезжал сюда, да, вот, ну, в теплое время, правда. Купаете? Да. Здесь какой-то душ, ну, какой-то вот нашел что-то свое родное, как будто я здесь родился в свое время, да. А вы с Дальнего Востока? Нет, я родился в Кирове, да. Ну, вот я как бы нашел кусочек Дальнего Востока здесь. Поэтому я здесь влюбился в Белую Холницу. Я вот как-то даже своя Наталья Ивановна мне сказала, говорю, на Западе есть Ибица и Ницца, а у нас Белая Холница. И надо писать как бы так, Белая Ницца. Но это не Лео. Супер.